А мы продолжаем рассказывать нашим телезрителям актуальные новости с рынка недвижимости. На этот раз эксперты прогнозируют возникновение определенных рисков для покупателей квартир этой осенью. Подробности об этом в сюжете далее. Покупатели новостроек сегодня принимают квартиры по измененным правилам. Временный порядок, установленный для поддержки стройотрасли, действует до конца текущего года. Многие моменты в обновленных правилах направлены на то, чтобы защитить интересы застройщика, а это создает вероятность возникновения некоторых рисков для приобретателей жилья. Так что при приемке квартиры и подписании документов нужно быть предельно внимательными, отмечают специалисты. Сейчас Росреестр выдает неполную ЕГРН на недвижимость. Там есть только данные продавца. Ни его долей, ни по какому конкретно договор он покупал, ни по какой цене, там этого нет. И так как договор сам не проштампован, я бы рекомендовала все-таки в Росреестре просить заверенную копию какую-то, для того, чтобы проверить действительно, как сказать, правомощность. Главная опасность заключается в том, что теперь можно получить квартиру с серьезными недостатками. Если раньше, обнаружив любые недочеты в новой квартире, покупатель мог просто не подписывать акт приема-передачи, уменьшить стоимость квартиры или вовсе получить компенсацию, то теперь по новым правилам покупатель вправе лишь требовать от застройщика устранить недостатки в течение 60 дней. Отдельно риэлторы отмечают новое привлекательное предложение недвижимости по субсидированной ставке, которая также имеет свои подводные камни. Если вы недвижимость приобретаете на 20 лет, на 30 лет, вам это очень выгодно. У вас 1%, вы платите маленький платеж, пожалуйста, велком, действуйте, это очень хорошо. Если вдруг вы недвижимость планируете в ближайшее время продать, то, соответственно, вы же покупаете ее уже по завышенной цене. И вот это субсидирование не сильно выгодный для вас вариант. Также в сентябре вступил в силу закон, согласно которому теперь невозможно свободно купить долю в квартире, если в результате такой сделки площадь жилья, приходящейся на каждого собственника, составит менее 6 квадратных метров. Все сделки, заключенные с нарушением такого правила, будут ничтожными. Так что теперь перед покупкой доли в квартире стоит очень хорошо подумать и посчитать приходящуюся на всех собственников площадь, чтобы не попасть на покупку микродоли и не заключить фиктивную сделку.